Между тем, акции в поддержку Украины прошли уже в нескольких странах, в том числе в Соединенных Штатах, Швеции, Грузии и в Израиле. В Тель-Авиве к посольству Украины пришли как репатрианты из Украинской ССР, так и других союзных республик. По словам митингующих, они вышли на улицы, чтобы, цитата, выразить свою солидарность с украинским народом в эти трагические дни. С места событий наш корреспондент Евгений Эрлих. Определить украинское посольство в Тель-Авиве можно по флагу, если смотреть вверх, или, взгляд снизу, по чугунной государственной решетке, которой с тоской жмутся люди. Это посетители в ожидании своей очереди. Раи, местный торговец, уже много лет с удивлением наблюдает неместные нравы. Тут каждый день много народу, все ждут чего-то снаружи. Мне кажется, это странно, во всех посольствах людей пускают внутрь, а эти всегда стоят на улице. Простые израильтяне, как правило, плохо разбираются в политической жизни стран бывшего Советского Союза, до сих пор путают Украину с Россией, но точно схватывают суть. Если государство позволяет себе жарить людей на израильском солнцепёке, что-то не в порядке в этом государстве. Что именно не в порядке, поясняют евреи из Украины. Майдан докатился и до Тель-Авива. Беспредел творится в стране не два месяца в Украине. Это не два месяца, он творится уже давно, и люди просто уже устали от всего этого. Мы не хотим сидеть и ждать, пока станет ещё хуже. Пока станет диктатура. Владимир – один из тех израильтян, кто откликнулся на призыв поддержать украинскую оппозицию, прийти на митинг. Организаторы собрали активистов буквально за сутки. Вчера дали объявление в интернете, сегодня уже сотни протестующих. Там остался мой сын и внук. И я здесь стою, в том числе и для них. И для них. Я не могу туда поехать. Но я знаю, что там плохо. И люди, которые вышли на баррикады, люди вышли от отчаяния. Потому что их считают быдлом. Израиль за Майдан! Израиль за Майдан! Израиль за Майдан! Слава Украине! Слава! Кто прав, власть или оппозиция, Янукович или Майдан? Для этих людей теперь ответ ясен. Алексей Ренчак, если и сомневался, то ровно до момента появления в сети вот этого ролика. На нем бойцы из отряда «Беркут» вот таким образом задерживают демонстрантов. Мы должны об этом кричать на весь мир. Правоохранительные органы не имеют права раздевать людей на морозе, фотографироваться с избитым человеком. Для того, чтобы выложить это в социальную сеть или для личного фотоальбома. Они не имеют права. С другой стороны, кроме этого видео, есть и другая объективная реальность. На баррикадах Майдана разные люди и разные лозунги. Украинские националисты открыто призывают бить Януковича и евреев. И потому многие евреи из Украины отказались сегодня прийти на митинг в Тель-Авиве. Безусловно, главный накал страстей, стоило ли израильтянам принимать участие в этом митинге, развернулся в социальных сетях. Вот избранные места из Фейсбука. Я не буду принимать участие в этом митинге, так как я за законную власть на Украине, и за бандеровцев, и за паденцев, которые против евреев, я не голосую. Я за Януковича. Ему возражают. Это митинг, это акция не в поддержку правых, это акция против насилия. Акция памяти по погибшим. Ну и, что называется, вверх этой полемики, еврейской мрази, цитата. Опять не сидится в Израиле тихо, все рвутся помогать, вот разберутся украинцы со своими проблемами, и тогда же, дочки, украинцы, сидите тихо в Израиле. В общем, все как всегда. Майдан для израильтян – все та же история по еврейскому вопросу и отношению евреев к своей бывшей родине, что, впрочем, не помешало бывшим украинцам зажечь свечи в память о погибших на Майдане. Евгений Эрлих, Борис Беленкин, RTVI, Тель-Авив.